Декабрь. Все чаще по ночам температура воздуха опускается ниже нулевой отметки. Река Кальмис уже покрылась тонким льдом, но он еще слишком тонкий, чтобы выдержать вес человека. Сотрудники МЧС ДНР провели патрулирование мест массового выхода людей на лед. В ходе рейда инспекторы разъяснили любителям подледного лова об опасности выхода на рыхлый лед и раздали памятки. Многие считают, что беда может случиться с кем угодно, но только не с ним. Рыбакам необходимо соблюдать меры предосторожности. В первую очередь проверять прочность льда, не собираться большими группами, обходить опасные участки, к которым относятся промоины, пирсы, места, где растут камыши. Если вы стали свидетелем несчастного случая, необходимо вызвать службу спасения по телефону 101 с мобильных и стационарных телефонов. Министр труда и социальной политики Луганской Народной Республики Светлана Малахова рассказала, что на сегодняшний день более 500 тысяч жителей республики нуждаются в социальной помощи. Сегодня на территории республики проживают около 450 тысяч получателей пенсий, 65 тысяч получателей пособий и ряд других категорий граждан, которые нуждаются в социальной защите, в том числе и ветераны Великой Отечественной войны, участники ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции, участники боевых действий в Афганистане, также семьи, которые воспитывают детей инвалидов, детей сирот. Ежемесячно для выплаты социальной пособии нам сегодня необходимо денежных средств приблизительно в сумме около 1 миллиарда гривен. К сожалению, с июля месяца украинская сторона на сегодняшний момент не выплачивала пенсии и пособия тем гражданам, которые имеют на это право. От имени Министерства труда и социальной политики по просьбе тех жителей, которые не получают своих социальных выплат, мы обратились в Конституционный суд. На сегодняшний момент находится на рассмотрении дела по получению различных видов социальных пособий и пенсий. Я надеюсь, что в январе месяце вопрос этот будет рассмотрен, решен и украинской стороной возвращены те социальные гарантии, которые были даны соответствующим законодательствам. Перспективы и задачи, которые стоят перед нами по социально-трудовым отношениям. Сегодня начата работа по возобновлению фондов, фондов социального страхования. В полной мере работает пенсионный фонд, выполняет свои обязанности по выплате тех социальных пособий и пенсий, которые сегодня назначены жителям Луганской народной республики. Как сообщалось ранее, 2 декабря 2014 года был издан указ о создании почты Донбасса. И вот уже сегодня все посылки и заказная корреспонденция, хранившиеся долгое время на складах Укрпочты, наконец вывезены и переданы представителям Украинского почтового ведомства для донесшей отправки по указанным адресам. Напоминаем, что на складах предприятия Укрпочта, прекратившего свою деятельность на территории Донецкой народной республики, скопилось большое число неотправленных посылок и заказной корреспонденции, которая не была доставлена адресатам по неизвестной причине. Руководство Почты ДНР длительное время ввело переговоры о выполнении Укрпочты своих обязательств перед отправителями, тем более что эти услуги людьми были оплачены в полном объеме. Договоренность была достигнута, и сегодня сотрудники Почты ДНР сформировали специальный конвой, доставивший все содержимое складов на территории Украины для последующей доставки адресатам.